Привет! Здравствуйте всем! Сегодня солнечное утро, такой хороший, чистый четверг. Веду домой, по делам с утра уже сходила. Что хотела сказать? Спасибо всем большое, кто в Одноклассниках переживает за нас. Переживает в каком плане? По телевизору, в новостях тревожные новости передают по Республике Алтай. Это да, у нас Республика есть, но не касается города. То есть мы живем в городе, у нас все нормально в этом плане, в плане наводнения, безопасно. Наши реки год назад заглубили и берега укрепили. Я вам показывала неоднократно, уже как это сделали. И поэтому Горнолатайск не топит. Сейчас покажу, какая у нас погода сегодня. Вот так у нас снега еще много, но сегодня, я думаю, что он будет очень сильно таять, потому что до 20 тепла передают. И небо, смотрите, какое чистое, яркое, ясное. И бегу домой, сейчас буду куличи печь, яйца красить. Ну, наверное, поболтаю немножко с вами. Я иду мимо начальной школы на нашей улице, и посмотрите, как работает вытяжка. Бедные ребятишки, как они сейчас на уроках сидят. Пахнет рыбой на улице, видимо, рыбу жарят, и включили вытяжку. Это капец какой-то. Где Роспотребнадзор? Жесть. Даже на улице прям глушат, как будто возле самолета стою с работающими двигателями. Ну, вот я дома, и сейчас буду делать, ну, что я буду делать, яйца красить. Вот яйца вчера отварила, перепелиные и куриные. Яйца красти, потом буду делать кулич. А сейчас попью кофе, ой, не кофе, какао. Пришла домой, так захотела горячего какао, я знаю, что его нету. В шкафчик полезла, а там инзе, целая упаковочка какао. Здорово. Ну, сегодня я вам скажу, засада. Яйца красить собралась. Ну, тут так мелко написано, я не знаю, что с этим делать. Искала очки, все перескала, не могу найти. Я не знаю, у кого как, у меня это бесконечная песня. Что я ищу очки. Ну, вот Михалыч, я очки нашла. Не знаю, что прочитаю. Ой-ой-ой. Надо еще и лупу взять. Ладно, сейчас разберусь и буду красить яйца. В коробке оказалась инструкция, разовые перчатки, какие-то полосочки, видимо, для украшения яиц. И вот сами красители. Краситель пищевой. Инструкция еще мельче написана. Поэтому взяла вот Михалыча лупу для паяния. И сейчас буду читать. Нанесите несколько капель красителя на яйцо. Внимание, для качества равномерного окрашивания яйца должно быть... А, яйцо должно быть сухим горячим. Горячим? О, боже мой. Они у меня уже остыли. Так, ладно. Сварите несколько яиц, оставьте их в горячей воде 50-70. Отделите от кассеты ампулы со смесями для окрашивания. Красите с горячей водой. ТТТ на 30 секунд, чтобы они стали жидким. Так, ладно. Так, ну вот тут такая вот хитромудрая штука. В горячую воду поместить красители, чтобы они стали жидкими. Согреются жидкими стали. И потом вот яйцо пришлось в горячую воду опять залить. Вареное яйцо, чтобы оно прогрелось. Так, что за шум у меня там стоит. А, это сосульки падают. Большие сосульки на крыше. Так, и вот самое интересное, перчатки. Перчатки разовые были в упаковочке. На моей руке, как они смотрятся, да, шикарно. Видимо, мужчины должны красить яйца. Такие огромные. Так, ну и хитрость вот в чем состоит. Яйцо берем, чтобы оно горяченькое было достаточно. Наверное, вот сюда поставлю. Видно, нет будет. Ну-ка, гляну. Что я там творить буду? Вот так. Яйцо протереть, чтобы оно было сухое. Самое противное, я вот раньше красила яйца, я просто в стакан с красителем опускала готовое яйцо вареное. А это какие-то заморочки. Да уж. В общем, берем один краситель. Мы одеваем сразу вторые перчатки. Они неудобные. Краситель и... Ну вот, сильненькие дела. Надрезаем его. И теперь несколько капель наносим на яйцо. Так, краситель куда-то надо поставить. Вполне не потек. И теперь вот так, представляете, вот такими движениями. Фу. Ну как? А потом следующую краску, следующие перчатки где-то брать. Хорошо они у меня есть. Не мыть же перчатки. Ой-ой-ой. Как мне сказал бы Михалыч, ой, да и так говорить, но такое окрашивание есть, анонизм. Самый натуральный. Все. И написано, что пока прилипать не будет. Как начнет прилипать перчатки на краситель, значит, что яйцо окрасилось. Какая мерзость. Я вам скажу. Все эти перчатки на выброс. Этот цвет мне вообще не нравится. Так, у меня есть... Так, вот еще. Другие перчатки. Их много. Не ожидала я такого подвоха от красителя. Ну, деваться некуда. Уже в магазин точно не пойду за другим. Хотя у меня есть пищевые красители. Можно и самой забодяжить что-нибудь. Но хочется с яйцами быстрее закончить и начать уже куличи печь. Так, опять берем яйцо. Протираем. О, чтобы оно было сухое. Так. Берем краситель. Отрезаем импочку. Так, мне это все не сухое. Ну-ка, салфетками еще его. Может из-за того, что она мокрая была, поэтому некрасивая. Так, ну пробуем. Несколько капель нанести. Не, ну это не окраска, действительно. Что это? Это полупрозрачное яйцо получается. Пробую еще налить. Хорошо, если оно потом руки не будет пачкать. Это красный цвет называется. Да уж. Ну ладно. Какие есть, такие и есть. Мне вот зелененького не хватает у цвета. Есть ли он? Нет, какие-то фиолетовые, красные, оранжевые. Все. Больше ничего. Вот, вот этот поярче будет. Этого еще надо. Да. Лоханулась я. Мы с Михайловичем, вернее, не мы с Михайловичем, но, в общем-то, он у меня до Нового года, как вы многие знаете, был на больничном 4 месяца. И вот с декабря месяца мы, вернее, с Нового года мы не сдавали ни разу анализы. Не к врачу не ходили, он работает и работает, чувствует себя хорошо. Вот, я думаю, что настало время сдать анализы. Я на прошлой неделе, чтобы он не отпрашивался с работы, я на прошлой неделе пошла и мы взяли талончик, как положено за 2 недели. И на прошлой неделе я попала к врачу, к урологу. Он мне дал направление, чтобы Михайлович сдал анализы. И вот мы сдали анализы. И надо же результаты забрать, посмотреть, что там, как, какая динамика у нас. И вот на этой неделе, 3 дня подряд, мы не могли попасть к врачу, даже с талончиком. Михайловичу отпрашиваться с работы никак, потому что, сами понимаете, сокращение, кому понравится, если человек будет уходить с работы. А там не получится, что там полчаса или как. Вот даже с талончиком можно просидеть полдня. И это нормально. И вот сегодня я с утра уже сгоняла, то есть вот 3 дня мы пытались попасть к врачу, никак. Сегодня с утра к полвосьмому пришла, без талона, и прошла все-таки к врачу. Ну, анализы нормальные. Вот такое у меня сегодня утро было, балмошное. Анализы хорошие. Жить будем. И это радует. Вот такая проблема у нас попасть к врачам. Это, наверное, везде по всей России. А если человеку реально плохо? В больницу у нас тоже не попадешь без направления к врачу. Это надо совсем упасть в обморок, чтобы по скорой увезли. И то не факт, что примут в больничку. Ладно, будем о хорошем. Ну, в принципе, не нравятся мне эти яйца. Ладно, буду красить дальше. Что получится, то получится. А самое интересное, вчера вот я попала, вернее, не попала, поехала специально к врачу. Внука отдала дочери. И говорю, буду сидеть. У них до 6 рабочий день, до 6.15. Написано на расписании. Это уже расписание. Больше года висит. Я приехала туда в 4.10. И было закрыто. И сегодня, когда я объясняла, что я вчера не могла попасть к врачу, медсестра так возмутилась с врачом. А вы что хотите, чтобы мы до 6 часов здесь сидели? Нам же надо когда-то с документацией работать. Мы в 3 часа уже с документацией начинаем работать. И вот так вы напишите, что прием не ведется на расписании. Вы что хотите, чтобы мы домой всю работу брали? Знаете, ну не стала им ничего говорить, конечно. А вообще, вот я в милиции столько лет отработала. 19 у меня получилось, полных 19. Работала в следствии, работала в дознании. У нас не было такого, что мы до 3 работали. А в 3 работа с документацией, и все. Не приходите к нам, больше не обращайтесь. Мало того, домой с собой работу брали. И дома печатали эти уголовные дела, там постановления и все остальное. Потому что днем это невозможно физически сделать. И еще, а ночные никто не отменял. 2-3 раза в неделю, сутки дежуришь в оперативной группе. И после этого никаких выходных, ничего. Просто сидишь и работаешь дальше, продолжаешь эти сутки. Врачи, наверное, разбалованы у нас. Если у них ставка с 8 до 3, шикарно. Можно, конечно, на подработку идти куда-нибудь еще, часов до 7. Ну, вот так я сегодня немножко, как бы, недовольна, да, маленько поворчу. Вот такие у меня яйца. Вот такие яйца у меня получились. Думаю, что пойдет. Лишь бы потом руки не красила. Они такие мраморные получились. Интересные, такие неравномерные окраски. Ну, ладно, перламутровые. Субтитры сделал DimaTorzok